Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Только что в блоге вышла порция балансных правок кораблей, в том числе тех, которые уже должны появиться довольно скоро. Все это, конечно же, очень важно знать, особенно если раздумываете насчет приобретения или прокачки новинок. И начну с самого важного. Время перезарядки орудий главного калибра Incomparable увеличено с 28 до 29 секунд. Нерв не такой чувствительный, но все же ощутимый и неприятный. Также досталось ожидаемому эсминцу Forest Sherman. У него количество зарядов снаряжения дымогенератор снижено с 3 до 2. Учитывая, что его сила была во многом в сочетании дымов с гапом, то эту силушку явно подкосили. Предпродажная подготовка идет полным ходом. Также досталось практически всем паназиатам. Но правки не особенно критичные. На полсекунды или даже менее накидывают перезарядки главного калибра, делают чуть дольше перезарядку дымов, торпеды не трогают. Сильнее всех испаназиатов досталось премиумному доляню, так как у него забирают гап. И теперь он по этой части становится не лучше прокачиваемых. Но зато увеличивают количество зарядов снаряжения. Так что прем пока еще выглядит довольно интересно. Целый ряд правок коснулся долгожданного Севастополя. Во-первых, он лишается снаряжения Форсаж. И вот это очень грустно. Снаряжение аварийное подразделение заменено на обычную аварийную команду. Изменены параметры снаряжения ремонтная команда. Так время перезарядки увеличено с 70 аж до 200 секунд. То есть теперь перезаряжаться хилка будет ну очень долго. А ее количество зарядов снижено с 4 до 3. Но зато время работы такой хилки увеличено с 60 до 90 секунд. А количество восстанавливаемых в секунду очков боеспособности со 187 до 313. То есть с флажком и перком за один отхил вернется около 30 тысяч боеспособности. А это практически половина корабля. То есть получается как бы ремонтный дивизион, но с очень долгим временем работы и очень долгой перезарядкой. При этом еще количество получаемого в цитадель урона восстанавливаемого снаряжением ремонтная команда увеличено с 10 до 33%. А количество восстанавливаемого белого урона также увеличивают с 50 до 75%. То есть ремка очень крутая, но редкая. И в среднем это похоже на АП, как вы думаете. Но с учетом забранного форсажа в итоге мне кажется, что все-таки произошел нерв. У Пруссии же просто взяли и забрали 20-мм орудия ПВО. В связи с этим ПВО станет послабее. Хотя оно у него и так не было сильным. Испанский крейсер «Канариас» потерял свою яркую фишку. У него удален альтернативный режим стрельбы серия залпов. Но зато максимальная дальность стрельбы орудий увеличена с 14,5 до 16,5. Добавлено снаряжение «Форсаж». Время перезарядки орудий главного калибра снижено с 15 до 10 секунд. Максимальный урон бронебойных снарядов увеличен с 3800 до 4500. А бронепробитие их увеличено в 2 раза. То есть крейсеру довольно серьезно апнули мощь главного калибра, если не учитывать удаление альтернативного режима. А еще нерфанули эсминец 6 уровня «Диду». Время перезарядки орудий его главного калибра увеличено с 6,5 до аж 8,5 секунд. Такие вот изменения. В целом, на мой взгляд, какие-то невеселые. А вы как думаете? Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok